МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компания Гомелев, студия Маргариты Шибукова. Добрый день. В Гомельском Державном Медицинском Университете отбылось размерование выпускников лечебного и медико-диагностичного факультета. В работе комиссии принял дел министр здоровья Республики Беларусь Василь Жарко. Все потребности в материале нашего корреспондента Вероники Ворошилиной. За 400 годов Гомельский Державный Медицинский Университет выпустил больше 6 тысяч специалистов. Сейчас это высококвалификованные врачи, которые работают в больницах и поликлиниках нашей страны. Перед початком размеркования традиционная фотосессия лепших селетних выпускников ВНУ. Степендията у специального фонда президента Республики Беларусь. За поспехи у волшебной и навыковой деянности, будучи анестезиолог-реаниматолог Вольга Курбацкая и хирург Максим Шастопалов, уключены у банк данных о доранной молоде. Я с детства хотела быть врачом. С детства считала, что это достаточно достойная профессия. Это высокая профессия помогать людям. Сейчас я про специальность анестезиолог-реаниматолога. Это специальность, как ни одна из многих, о этом говорит, о помощи людям. Я уже больше трех лет работаю в Гомельской областной клинической больнице в ортопедо-драматологическом отделении. Занимаюсь активно научной деятельностью и также неплохо учусь. Если дело действительно нравится, то и душой, и телом полностью отдаешься делу. На посяжение по размерковании пришли каля 570 студентов ляшебного и медико-диагностичного факультетов. Комиссия принимала решение с уликом их в учебной поспеховости у делу навыково-доследшей деянности, место проходжения практики, семейного становища и место жихарства, а так само особистых пожаданий. Выбор на прамку профессийной деянности, будучи хурачом, возначался пероликом медицинских специальностей у интернатуры, зацверженным Министерством охоты здоровья. У основным все летние выпускники на кированные у больницы и поликлиники у Гомельщины, а так само и других регионов Украины. Что год Гомельский державный медицинский университет уносит значный уклад у забеспечения Беларуси квалификованными медицинскими кадрами. У тымлику и в узкой накированности, недоход яких еще отчувается. С каждым годом кадровая ситуация улучшается в системе здравоохранения. И, конечно, работают над этим четыре вуза, в том числе вклад свой вносит и Гомельский медицинский университет. Сегодня около 570 человек, там 562 распределяется, и основная масса, больше половины, идет в лечебные учреждения Гомельской области. И уже можно предполагать, что со следующего года все такие узкие места, они будут закрыты. Зараз в Гомельском державном медицинском университете действуют четыре факультета – ляшебные, медико-диагностичные, замежных наученцев и довузовской подрыхтовки. Все лето ВНУ планует открыть Центр повышения квалификации и переподрыхтовки урачов агульной практики. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Вырошить питания, которые хвалят Жихару региона, допомогут промыть телефонные линии, а не протягивать, працевать по субботах. Завтра с 9 до 12 годин звороты будет принимать наместник Старшини Гомельского Абл-Ваконкама Баляслав Казимирович Перштук. Номер телефона у Гомеля – 75-12-37. У Гомельским Гар-Ваконками на питание громадян откажет наместник Старшини Сергея Угенович Андреев. Звонков Жихару областного центра шагают по номеру 75-63-33. У Гомеля прошел республиканский семинар с ужасной технологией энергосбережения «Адукация. Вытворшись света погляд». На протягу двух дней его удельники знакомились с периодовыми технологиями, которые выкористовываются в установах «Адукации» на предприемствах областного центра. Обновация его сферы энергосбережения расскажет Дмитрий Котов. В Гомельске областный лицей удельники семинара наведывают невыпадково. Тут добро ведают, как экономить электроэнергию и при этом отримливать додатковые финансовые сродки. Уже некольких годов тут денежная программа-техничный комплекс «Энергодозор». Усе лечильники подключены до одного сервера, на который поступают дадены об расходах воды и электроэнергии. На двух великих экранах, размещенных у холи лицея, адлюстрованы разлики по экономии энергоресурсов. Информация находится у открытым доступа. Зюй может ознайомиться кожный наученец. С подлеткового взрослого дети начинают вучиться экономии. Система «Энергодозор» позволяет, вместе с теми энергосберегающими мероприятиями, которые были осуществлены, позволяет экономить порядка 36% бюджетных средств на оплату электричества, тепла и воды ежегодно. Лицей вырабатывает, имеется фотоэлектростанции, установлено 84 фотоэлектрических панели мощностью 0,02 мегаватта, что позволяет вырабатывать 20% потребностей годовых лицея в электроэнергию. Эту электроэнергию мы продаем государству и используем эти финансовые средства. Особливую увагу притягнул уникальный для нашей краины лучшебно-практичный центр по энергосбережении, який находится на базе областного лицея. Музейные экспозиции позволяют просочить весь шлях эволюции к рянец энергии. При этом основный акцент сделан на энергосберегающие технологии. Так само тут есть лаборатория, где наученцы могут проводить свои науковые доследования. Увагу ли с этим центром в управлении эдукации связывают великие планы. За этим учебно-практическим центром мы считаем, стоит большое будущее, потому что мы о нем будем заявлять обязательно в виртуальном пространстве, для того, чтобы найти других пользователей, а это будут не только педагоги, не только дети, это будут инженеры, это будут экономисты и так далее. Поэтому мы видим за ним большое будущее, и мы имеем уже концепцию его развития. На пленарном посаджении удельники семинара обмерковали убаченное, а так само вызначили основные задачи у сферы энергосбережения на наступную пятигодку. Естественно, у нас еще резервы есть, и резервы довольно приличные. Но все сегодня, все, что было на виду, на плаву, мы везде как бы внедрили. Сегодня надо идти в технологии, идти в производство. Естественно, у нас очень парк печей закалочных, отпускных, я имею в виду термическое оборудование, индукционные печи. То есть именно в технологии, где-то окрасочное производство, гальваническое производство, где у нас резервы. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра отбудется что-годовая международная экологичная акция «Годзина земли» во всем свете. На одну годину погаснет подсветка будинка. Запланованы так само мероприемства для притягнения уваги до проблем змены климату. Масштабная международная акция организована с усветным фондом дикой природы и ладится с 2007 года. Сутность мероприемства складается в том, как на одну годину выключить светло и электроприборы. Летать это зарабили больше за 2 миллиарда людей самых розных краинцвету. Больше за 10 тысяч архитектурных объектов отключили декоративную подсветку. Дарышит стать удельником международной экологичной акции «Годзина земли» может кожны. И она будет проходить завтра с 20.30 до 21.30. С допомогой символичного дения, выключением светла, каждый человек в любой кропке земного шара может проголосовать за здоровую планету и бережливое ставление на природных ресурсов. Акция весьма значительная. Если в целом на планете один час выключим свет, то мы сэкономим миллиарды природных ресурсов, которые идут на производство электроэнергии. Это такие, как уголь, атомная энергетика, древесина и прочее. До акции «Часть земли» завтра активно долучится Гомель. Плануется отключение посвятления будинка Гомельского гарвы Конкама и библиотеки имя Ленина. У Палацево-парковом ансамбле погаснее светло, у самим Палаце будут выключены лихторы композиции «Маяк». Сегодня означается День внутренних войск в Республике Беларусь. 18-го соковика 1918 года в Витебску, злику доброохотников особной команды конвойной охоты, были створены внутренние войскы. Сегодня это могутная силовая структура, которая обеспечивает поддержку законности и правопорадку в Украине. Все лето исполнилось 98 годов с дня ее утворения. Веншавание с профессийным святом сегодня принимают в войсковой части 55-25. Это бригада внутренних войск в МУС Республики Беларусь, створенная для оказания допомоги у охоты громадского парадка. Служащие выполняют и специфичные задачи – конвоирование осудженных, забеспечение судовых посажений и разминирование. Штаб-злушение находится на территории Гомеля. Особно дислоцируются подразделения у Мазыры, Светлогорску и Решицы. Что год начинающий с 2008 года, войсковая часть проводит международный лёгкоатлетичный пробег, просвещенный Дню внутренних войсков. Селетний 9-й по лику пробег отбудется завтра у Мазыры. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова